приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби сегодня хочу произвести небольшой обзор на раритетные воблеры шимана мне их прислал роман подарок с канала мужские интересы и что меня сразу привлекло это надпись шимана начал искать что-либо про них в интернете и к сожалению особо много ничего не нашел так как вообще по воблером шимана очень мало информации посмотрел здесь написано шимана 2s я австралия лтд здесь написано на иероглифах написано на английском языке вторая упаковочка точно такая же указан вес воблера и длина и в такой упаковке немного покрупнее крэнк есть уже вес 11 грамм 6 сантиметров тонущий поискал данные модели поискал в интернете и по этим воблером ничего не нашел может кто знает пожалуйста что-нибудь подскажите по данным воблером сейчас их вскрою и произведем замеры посмотрим качество и сравним заявленными надписями на упаковке не знаю коллеги каким годам выпуска относятся данные воблеры насколько это оригиналы ну на первый взгляд все сделано довольно качественно очень острые крючочки хорошо сделаны петли воблерах внутри шарики даже в маленьком крэнке присутствуют шарики качество конечно порадовало но вот здесь в этом воблере петельку я бы конечно подклеил и подклею такой окунево головлевый мелкий крэнк надеюсь будет разловлен воблеры шумят довольно неплохо крючочки остренькие вот на данном воблере есть наплыв лака я думаю на ттх это не отразится сделан на спинке такой вот плавничок очень хорошая яркая окраска довольно неплохо воблеры переливаются пройники аж пальцы входят сейчас ради интереса произведем замеры самый маленький воблер 3 сантиметра и это мы сейчас проверим на ровно 3 сантиметра с лопаткой 3 с половиной этот воблер 5 с половиной сантиметров он беру в руки и тройники сразу цепляются 5 с половиной так и есть в принципе все соответствует заявленному этот крупненький крэнк 6 да ровно 6 сантиметров тела воблера с лопаткой 8 немножко неудобно его мерить с лопаткой 99 сантиметров теперь проверим их вес очень не стало интересно узнать что-либо про данные воблеры кто производитель производились ли они в японии или в австралии интересно 267 3 грамма нету лайтовый воблер ок 377 4 грамм нету около того но этот воблер должен быть 11 грамм 10 57 то есть на упаковках получается вес немного завышен сейчас проверим их на плавучесть подготовил дежурную тару с водой как написано на данном воблере на упаковке что он тонущий на самом деле он видите плавает может я неправильно перевел за счет лопатки там указано что заныривает на глубину это интересно но проверим теперь средний воблер воблер также оказался плавающим и довольно быстро всплывающим маленький крэнг тонет и и причем довольно быстро за счет тройничков интересно как данные воблеры поведут себя на реке надеюсь будут разловлены друзья на этом буду заканчивать данный обзор спасибо что посмотрели вот кто знает какую информацию пишите пожалуйста в описании под видео будет интересно очень почитать на этом видео заканчиваю всех благ вам и вашим близким друзья спасибо 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...